всех приветствую такая вот у нас сегодня сборка 1628 в корпусе поверкейс от ткг довольно таки интересные корпуса спереди стекло сбоку стекло широкий корпус рассчитан под водяное охлаждение компьютер построен на базе процессоров intel core i5 10 400 f 6 сядер 12 потоков comet lake 1200 сокет переименованная 8 серия и седьмых теперь это кора и 5 частота у него от 2 и 9 до 4 и 3 гигагерц и в отличие от и 7 особо частота вниз не спрыгивает при мощной нагрузки поверлимит вполне выдерживается довольно неплохо все работает процессора холодный хватает простого охлаждения deep cool watch mini работает тихо бесшумно его более чем достаточно для подобных процессоров даже в принципе для седьмых на 7 скорее зашквар ставить маленький кулер там же ставится как минимум гамак 400 на четырех трубках материнская плата у нас а срок b460 m pro 4 на мой взгляд одно из самых лучших решений из b460 их плат платы не умеет разгонять память не способна ограничение чипсета процессор не кашный процессор тоже не гонится ну и максим что можно здесь сделать это поставить оперативку с хорошим профилем разгона это у нас корсары serial px работают двухканал режиме 2 по 8 на частоте родной частоте процессора 2666 мегагерц неплохие тайминги неплохая скорость у платы есть разъем ультра м2 с таким вот радиатором ну и снизу есть разъем м2 под ssd накопитель с интерфейсом sata ssd накопитель на стоит kingston на 240 гигабайт обычный простой сата интерфейсом видеокарта у нас гигабайт rtx 2060 с довольно таки развитой системы охлаждения две тепловые трубки большие вентилятора 90 миллиметров ну и блок питания здесь у нас термил тx smart rgb на 700 ватт имеет сертификат 80 плюс этот сертификат позволяет поставить будущем видеокарты уровня и 3070 вполне ну и корпус с такой вентиляции тоже это все дело спокойно прокормит то есть принципе вопрос апгрейда здесь не стоит надо будет поставить и мощнее процессор и видеокарты так далее хотя ближайшие лет пять мне кажется да вообще смысла залазить нет блоков питания пятилетняя гарантия причем этих термил тx хорошие добротные блоки будущем сюда можно поставить водянку корпус рассчитан под вентиляторы 140 миллиметров как сверху так и спереди но пока стоит у нас 120 очки все синхронизированы отдельный контроллер rgb подсветки там не специально разъем под вентиляторы теоретически этот контроллер можно даже зависеть на материнскую плату но из опыта общения со сроками нормально у них ргб подсветки нету режим какие-то все кривые и вот получить такой вот rgb эффект проще просто подключить контроллеры да и все то есть теоретически даже без контроллера эти вентиляторы на материнскую плату цепляются у блока питания есть свой вентилятор с ргб подсветкой вот так машинка получается довольно таки интересно плюс подсветка отключается то есть при желании можно нажать здесь есть у этого корпуса отдельная кнопка подсветки то есть три секунды удержать подсветка моргнет и отключится режимов подсветки здесь масса порядка 50 штук так что в принципе если скучно можно будет поиграть приятное впечатление оставлять корпуса поверх кейс ни разу у нас их не было довольно таки легко собираются никаких косяков особых я не увидел ну разве что крепление жестких дисков без резиновых демпсеров поэтому при выборе жесткого лучше ориентироваться наверно в дэшки они будут меньше вибрировать сверху был пыльник есть разъемы osb 2.0 3.0 такой приятный дорогой системник вышел по деньгам машинка у нас вышла 68 тысяч 750 рублей ну и по хорошим сюда еще 3300 надо добавить что поставить жесткий на 1 терабайт вот системник